Глава 13. Моисей – воинственный человек В первой главе этой книги вы прочли о героях веры, представленных в одиннадцатой главе послания к евреям. Каждый, кто упомянут в этой главе, мужчина или женщина, были воинственными в Боге. Один из них – Моисей. Моисей вначале не был духовно-воинственным человеком. Он провел две фазы или два периода своей жизни довольно несведущим в истинных путях Божьих. Однако через веру в течение своего последнего сорокалетнего периода он становится превосходнейшим лидером Божьим. Не о многих людях потомки помнят дольше, чем десять лет после их смерти. Сто или даже пятьдесят лет – это длительный период для того, чтобы о тебе все еще вспоминали. Немногие достигли продолжительной славы или постоянного места в человеческих воспоминаниях. Однако Моисей стал человеком тысячелетий, человеком, которого помнили тысячи лет. Каким образом человек, который сначала был очень импульсивным, затем, наоборот, сорок лет в страхе скрывался в пустыне, стал лидером для миллионов людей? Что изменило его? Растущая вера в Бога и его Слово. Он пришел к тому, что Бог действительно существует, и, поняв это, Моисей встал на воинственный путь. Все герои веры были люди дела. Авель принес жертву. Енох ходил с Богом. Ной построил ковчег. Авраам покинул землю своих отцов и пошел в землю, которая была ему обещана. Открой и прочитай 11 главу послания к евреям в своей Библии. Понимаешь теперь, к чему Бог пытается привлечь твое внимание? Воинственные люди преодолевают все преграды. Моисей был рожден с двумя существенными недостатками. Он был мальчик, а тогда все израильские мальчики были приговорены к смерти, и он был рожден рабом. Его родители, оба из колена Левиена, делали глиняные кирпичи для египетского правительства. Они были рабы, поэтому и Моисей был рожден в рабстве. Его жизнь, однако, показывает, «Даже если ты рожден рабом, тебе необязательно оставаться в рабстве. Неважно, что ты родился в земле, пораженной бедностью, или от родителей, которые имеют пристрастие к наркотикам, или с физическим недостатком, все это не твоя судьба, ты сам решаешь свою судьбу». Многие, оказавшись в положении Моисея, «Сдались бы. Я ничего не могу сделать с этим. Я один. Это безнадежно». Однако у Моисея был и ряд преимуществ. У его родителей была вера, решительность и изобретательность. Его отец Амрам провозгласил, что его сын не умрет от руки фараона. Мать Моисея и Ахавет, и сестра Мириам скрывали его три месяца, а потом положили его со стратегическим прицелом в то место, где дочь фараона обязательно должна была его увидеть. Вы же читали эту историю. Дочь фараона увидела его и приняла его как своего сына, а его настоящая мать растила его до тех пор, пока он не достиг школьного возраста. Затем, в течение первых сорока лет своей жизни, он жил жизнью царского сына. Он научился мудрости египетской и исторические еврейские писания. Говорят, что он был могущественный воин, генерал армии фараона. Он даже участвовал в захвате Эфиопии. Все, что он знал об истории Израиля, это то, что он услышал от родителей. Я называю этот первый его сорокалетний период «жизнь тела», потому что в основном он жил плотской жизнью. Затем, в порыве негодования, увидев свой израильский народ на тяжелых, принудительных работах, он убивает египтянина-надсмотрщика и вынужден бежать, чтобы спасти свою жизнь. Вторая фаза жизни Моисея – душевный период – началась, когда он убежал в пустыню. Как только он прибыл туда, он нашел прекрасную девушку. Она была одна из семи дочерей Мадиамского священника. Мадиамское царство простиралось от Эфиопии до Средиземного моря. Моисей нашел ее так же, как и некоторые другие библейские герои нашли своих жен. Пришел к колодцу, когда местное население вело скот на водопой. Носить воду для стада было делом молодых девиц, поэтому у колодца можно было увидеть всех девиц, подходящих для замужества, одновременно. Когда Моисей подошел к колодцу, он увидел, что какие-то хулиганы пытаются отнять воду у Сепфоры и ее сестер и прогнал их. Конечно же, он был приглашен к ней в дом и, в конце концов, женился на ней. Затем он сам стал пастухом и начал ухаживать за овцами. Это была вторая сорокалетняя фаза его жизни. В этот период у него было больше, чем достаточно времени для размышлений обо всем на свете. Бог говорил с ним только один раз за сорок лет. Это была жизнь души, жизнь ума. В течение сорока лет он мог смотреть на безграничные небеса и думать, кто сделал вас звездой? Почему вы передвигаетесь каждую ночь? Почему я вижу вас здесь, а потом там? Моисей по еврейским писаниям имел огромное познание. Он уже получил самое лучшее образование, какое мог предложить Египет. Он много путешествовал и, возможно, знал о мире больше, чем кто бы то ни было. Однако в течение сорока лет все, чем он занимался, это проводил время со своей семьей, с родственниками жены и пас овец. В течение сорока лет умственная жизнь развивалась в Моисее. Я уверен, что это было время, когда он думал, «Господь, Бог моих предков, Бог Авраама, Исаака и Иакова, кто ты, где ты сейчас? Ты Бог Исаака, который сеял во время засухи и получил урожай во сто крат. Я бы хотел тебя знать. И как насчет моего народа, который ты называешь своим народом? Они до сих пор там, в Египте, голодают, пока я живу мирной пастушеской жизнью здесь, в степях». Затем однажды он увидел горящий куст, который не сгорал. Я был в тех местах и видел тысячи кустов, растущих в пустыне. Они сгорают очень быстро. Я уверен, что Моисей думал, забавно, «огонь, который не сжигает куст. Я пойду и исследую». Затем Иегова заговорил с ним из середины куста. Первое место, упомянутое в Библии, когда Господь говорил Моисею. Он сказал, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Еще он сказал, «Я Бога Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Книга Исход, 3 глава, 5-6 стих. В это время у Моисея все еще не было смелости по отношению к Богу, но Бог собирался дать ему воинственную позицию в жизни. Прочтите конец истории в книге Исход, чтобы увидеть развитие дерзновения и смелости у Моисея. В конце концов, он смог говорить все слова Господни с дерзновением. Воинственная позиция в плотской жизни Моисея привела только к убийству. Нападение на надзирателя не было продиктовано духом, но рождено импульсом злобы. Затем он ушел в жизнь разума, в душевную жизнь. Ты представляешь собой дух, который имеет душу, разум, воля, эмоции, который живет в теле, эдакий костюм, созданный Богом для того, чтобы ты мог двигаться и функционировать в естественном мире и содержать настоящую твою личность, дух. Человечество — это раса духов, созданных по образу живого Бога Создателя, который сам есть дух, сверхъестественное существо. Каждый человек, тело которого умирает, выходит из него и живет вечно на небесах или в аду. Каждый имеет вечную жизнь, потому что каждый из нас — дух, созданный из вечного вещества, — единственный вопрос, где вы будете жить вечно. Тело, то, что я называл костюм, сгнивает и возвращается в землю, но личность никогда не прекращает жить. Настоящая воинственность — воинственность духа. Когда Иегова первый раз дал поручение Моисею, Моисей сделал то, что делают многие из нас. Он стал спорить с Богом. Он привел к Господу все причины, по которым он не может сделать то, что хочет Господь. Перед ним был Создатель, а Моисей говорил ему, что он ошибается и не знает, что делает. Разве это не похоже на нас? Бог сказал Моисею, что это в руке у тебя? Так Бог всегда говорит, когда ты начинаешь спорить с Ним. И если ты позволишь Богу, то Он всегда покажет тебе, что ты можешь сделать с тем, что у тебя в руках. В конце концов, после долгого разговора и еще нескольких аргументов, на которые Бог дал исчерпывающие ответы, Моисей подчинился, и начался третий сорокалетний период «Жизнь духовного человека». Знали ли вы, что величайший в мире законодатель родился в тот день? Шестьсот пятьдесят законов Он написал для народа. Еще ни один человек в мире не написал столько законов единолично. Он был величайший чудотворец, которого только знал мир. Записанных в Евангелии чудес и исцелений Иисуса мы насчитаем тридцать четыре. У Моисея зарегистрировано сорок шесть сотворенных чудес. Иисус делал намного больше, чем записано, как говорит евангелист Иоанн, однако я просто сравниваю то, что записано. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Тогда Моисей прошел через плоть, через душу, в дух, он стал новым человеком. Так же и ты. Для того, чтобы стать воинственным для Бога, нельзя действовать через душу или тело. Ты не можешь быть воинственным, если ты не находишься под властью. Это значит, что ты не можешь отдавать приказы, если не знаешь, как выполнять приказы Господа. Демоны будут смеяться над тобой, если твой реальный человек бунтует против Духа Святого, а правят тобой твои тело и разум. Если плоть правит тобой, ты не будешь иметь духовной власти. Моисей никогда бы не смог вывести израильтян из рабства, если бы он вначале не вывел из рабства себя через подчинение воле Божьей и послушание. Сорок лет – это целая жизнь. Давид был царем сорок лет, Соломон был царем сорок лет, но в большинстве случаев, в поздней истории Израиля и в наши дни сорок лет рассматривается как возраст поколений. Моисей прожил целых три жизни по нашим меркам. Его первое поколение жило в царском дворце. Он мог остаться там и быть известным сегодня как некто Нико-Нико-Третий и быть погребенным в пирамиде в золотом саркофаге. Люди бы спрашивали, а что он сделал, и все археологи вынуждены были бы отвечать. Мы не знаем. Воинственность выполняет задания Господа. А Моисея не вспоминали бы как о человеке, который добился чего-то в жизни, если бы он жил по плоти. Но он не жил всю жизнь по плоти. Он также не жил всю жизнь по душе. Многие миллионы христиан до сих пор живут по своим эмоциям или программам разума. Они пренебрегают советом отложить ветхого человека и облечься в нового. Если вы этого не сделаете, вы никогда не сможете быть по-настоящему воинственным. Самая замечательная часть жизни Моисея относится к концу его жизни, когда он собрал весь народ и напомнил им о сорока годах блуждания в пустыне. Вся книга второзакония – это, так сказать, предсмертная речь Моисея. В ней раскрывается позиция Моисея как лидера Израиля и посланника Божьего. Я видел сон, в котором Господь говорил мне. Он сказал, «Пока у тебя будет много работы здесь, на земле, ты не умрешь, я дам тебе жить. Это значит, что я могу жить вечно, потому что я не собираюсь оставлять свою работу, я собираюсь добавить к ней». Люди спрашивают, «Ты сильно занят?» Я отвечаю, «Не так сильно, как скоро буду». Апостол Павел пишет, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Если быть откровенным, то немногие христиане финишируют на своих дистанциях или пробегают свое поприще. Одни падают на обочине, другие тысячи отступают от веры. Гораздо важнее финишировать на своей дистанции, чем стартовать. Моисей сказал, «Я не только выполнил свою задачу и привел народ к обетованной земле, но я также сохранил веру, я сохранил веру». Я обещал Богу, что бы ни делали другие христиане, я сохраню свою веру молодой и свежей, я собираюсь сохранить свою веру подвижной и живой. Я не собираюсь говорить, «Хорошо, я проповедовал в течение пятидесяти лет, это все, Бог, это все, что я могу тебе отдать». Нет, я собираюсь отдать Богу даже свое последнее дыхание. Я собираюсь противостоять дьяволу до последнего часа своей жизни. Я хочу умереть где-нибудь на работе, говоря, «Если вы не придете к Иисусу, вы пойдете в ад». Это единственная проповедь, которую стоит проповедовать на земле. Иисус есть дверь, вам нужно только пройти им прямо на небеса, и он не желает, чтобы хоть кто-нибудь погиб. Моисей записал историю Израиля и своей собственной жизни. Он написал то, что мы знаем как пятикнижие, первые пять книг Библии. Но пришел момент, когда он собрал весь народ и сказал, «Я готов уйти на небо. Я покажу вам моего преемника и возложу на него руки. Будьте послушны ему, и он поведет вас дальше с Богом». Моисей сказал народу, «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, то есть врагов, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Моисей возложил руки на Иисуса Навина и передал святое помазание, которое Бог положил на его жизнь. Давайте прочитаем Второзаконие, 31 глава, 7-8 стих. «И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян, сказал ему, «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его, дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Затем этот гигант Божий помахал собравшимся людям и сказал, «Я взойду на гору». Моисей не умер в огне, он не умер в пустыне, он взобрался на гору. «Я был на этой горе, я облазил там все вдоль и поперек, потому что Библия говорит, что дьявол пытался найти его могилу. Дьявол хотел украсть его кости, дьявол охотился даже за мертвыми костями. Нет ничего удивительного, что он атакует живущих на земле». В послании Иуды написано, что архангел Михаил боролся с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не говоря уже о том, какие сражения ведут ангелы, чтобы удержать дьявола в стороне от наших живых тел. Человек веры взбирался на гору один. «Мы любим свои семьи, мы любим других людей. Мы можем иметь великую дружбу с другими людьми, но когда мы пойдем на встречу с Богом, мы будем одни». Моисей, будучи ста двадцати лет от роду, взобрался на эту гору, и никто ему не помогал. «Когда он добрался до вершины, он осмотрел и увидел всю обетованную землю с горы Нева. Я увидел то же самое. Я стоял там и осматривал эту землю». Затем Бог сказал, «Хорошо, теперь достаточно. Ложись на землю, Моисей, и иди домой. Я позабочусь о твоем теле, просто ложись на землю и выйди из своего тела». И все было кончено. Бог позаботился о его погребении и похоронил его. Это был человек, который жил в трех мирах – тело, души и духа. Но он умер победителем в Боге после того, как прожил сорок воинственных лет. Бог хочет, чтобы каждый из его детей был таким. Он хочет, чтобы ты и я в конце своей жизни были как Моисей. Он хочет, чтобы мы были победоносными воинами, передающими те сокровища, которые он дал нам в руки молодых. Затем мы можем взойти с ним на вершину горы и идти домой к небесным победителям. Будьте Моисеем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok